В минувшие выходные в Ульяновске прошел совет по вопросам развития, поддержки добровольчества, социальных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций. В заседании принял участие глава региона, который наградил лучших волонтеров. Нет интересований в том, что нам хватит время и желание обсудить новые проекты. И, конечно же, начнем мы наше сегодняшнее заседание с награждения самых достойных представителей, позвольте мне так сказать, этой благородной миссии. Ни для кого не секрет, что мы вполне очень целенаправлены на протяжении последних 15 лет выделяем особое внимание к теме добровольчества, благотворительности, волонтерства. Добровольчество в России за последние годы стало значимым социальным явлением, способным при благоприятных условиях, создаваемых обществом и государством, стать толчком для социального и экономического развития страны на годы вперед. Сегодня развитие НКО поддерживают на федеральном уровне, а это значит, что в каждом регионе ведется активная работа. Так, в Ульяновской области идет возрождение идей милосердия и взаимопомощи в рамках проекта «Десятилетие доброты». Он включает множество проектов, среди которых серебряное волонтерство, экологические акции, мероприятия по сдаче донорской крови, помощи малоимущим и бездомным людям, детям-сиротам и многим другим. Кроме этого, в эпоху цифровизации акцент сделан на медиапродвижении добровольческих инициатив. Одной из целей платформы – это была некая систематизация, цифровая систематизация волонтерских инициатив. Поскольку сегодня волонтерские движения набирают обороты, то сложилось некое понимание того, как все это можно упорядочить. Потому что волонтер – это свободный человек, не относящийся ни к той или иной структуре, группе, правительству, государству, школе. Это свободный человек, которого так или иначе надо все равно контролировать. На совете общественники озвучили ряд проблем, которые мешают им развиваться. Среди них – неактивность вузов в грантовых конкурсах и проектов, безинициативность руководства школ по доведению нужной информации до учащихся. Все это мешает глобальной стратегической работе по развитию волонтерства, которое будет выстроено на территории области с 2019 года. На территории Ульянской области была создана автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества и благотворительности с таким добрым названием «Счастливый регион». На базе «Счастливого региона» начал работу полноценный ресурсный центр по развитию добровольчества. И основной задачей центра будет исполнение поручений президента по итогам госсовета по развитию добровольчества. Также особо важным отмечен ежегодный конкурс «Доброволец России», в рамках которого распределяются средства грантового фонда в размере 45 миллионов рублей. В прошлом году охват проекта составил 85 регионов, определено 36 победителей, трое из которых с родиной Ленина. В 2019 году, как надеются общественники, с помощью поддержки главы региона триумфаторов из Ульяновской области станет больше. В планах на 2020 год участие ульяновских НКО более чем в 40 грантовых проектах и конкурсах. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улл Правда ТВ.